Вся вселенная Твоя Прославляют лишь Тебя Не вознесет Святый Господь Святый, святый Не вознесет Превыше нашего разумения Превыше нашего понимания Превыше нашего опыта Не вознесет Не вознесет Святый Господь Святый Господь Не вознесет Святый Господь Святый Господь Святый Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова За 26 лет мы можем сказать «Спасибо, Господь». Это такая песня на испанском, которая говорит «Спасибо». Эбенезер, до этих пор нам помог наш Господь. Но тот, кто начал в нас свою работу, он улучшит ее до пришествия Иисуса Христа. Потому что мы есть Его работа, мы сделаны для хорошего, что Господь приготовил нам заранее, чтобы мы в них ходили. Пастор Алексей и Ольга. Пастор Алексей и Ольга. Благодать, которая придет, будет больше благодати прежней. Потому что я приду к вам. И я сделаю так, что вы вырастите. И я утверждаю свой завет с вами. Если ты будешь искать с самого утра Господа. И просить всего невозможного. Он сделает твою дорогу успешной. И даже если начало твое было невелико, твое последующее состояние будет очень большим. Твое последующее состояние будет великим. 26 лет — это только начало. Но есть такие вещи, которые ни глаз не видел, ни слышал даже ухо человеческое. Даже человек не мог представить в своей голове то, что приготовил Господь сердцам любящим Его. Одну минуту перед тем, чтобы вы сели. Потому что потом будете сидеть три часа. В сентябре прошлого года в тот день, когда праздновали праздник еврейский всеобщего прощения, Йом-Кипур, начался юбилейный год еврейский. Каждые 50 лет отмечается юбилейный еврейский год. В этом году первый раз совпал день Пятидесятницы христианский с днем этого юбилейного года еврейского. И год юбилейный еврейский отмечают в народе еврейском каждые 50 лет. Для вас это начало юбилейного года. Это был год освобождения. Все рабы становились свободными автоматически. Этот год для нового поколения это год освобождения. И год юбилейный был также год позиций новый. Земля возвращалась в руки настоящих хозяев, которые владели ею раньше, неважно в чьих руках она находилась на данный момент. Этот год, это год новых позиций. И ты будешь владеть той землей, которую Господь твой Бог дает тебе. И в юбилейный год отменялись все долги автоматически. Я провозглашаю, что в юбилейном году Господь отменяет все твои долги. Аллилуйя. И в юбилейном году земля отдыхала. Не было способа отдыхать землю. И в юбилейный год земля отдыхала. Было запрещено сеять. Нельзя было сеять вообще, потому что в этот год земля должна была отдыхать. И это настолько замечательно, что год 49, он был еще седьмым годом, в котором тоже нельзя было сеять. И таким образом спросили у Моисея, что же мы будем есть? Ни в 49-й год не будем сеять, ни в 50-й, что нам есть? И Господь сказал Моисею, что земля возродит на эти два года достаточно, чтобы у вас было без необходимости сеять. И начиная с этого года, с 26-го года, приходит приумножение урожай, даже если вы не сеяли. И в юбилейный год каждый человек, который находился вне своей семьи, возвращался в свою семью. Каждый ребенок, каждый молодой человек, который был отдан, чтобы работать на другого, возвращался к себе домой. Вы уже сейчас садите, но я вам хочу сказать, что в этом году твоя семья будет благословлена как никогда прежде. Кто скажет, Бог благословит мою семью. Скажи на это, Господь благословит мою семью. Аллилуйя. И в юбилею это также был год отдыха. Во имя Иисуса. Для нового поколения. Пастор Алексей. Пастор Ольга. Вы будете отдыхать в этом году. Вы будете отдыхать от проблем. От всяких конфликтов. От всяких конфликтов. От сложных, эмоциональных ситуаций. Дьявол будет пытаться атаковать вас с одной стороны и с другой стороны Но в вашем сердце будет покой Господь вам даст покой Аллилуйя Слава Богу, можете присесть Сейчас, на данный момент, у нас еще другое действие надо сделать И у меня пять минут Я четыре минуты Чтобы поздравить вас с замечательной постановкой сегодняшнего дня После того, что вы увидели сегодняшним утром Такой прекрасной, потрясающей, удивительной постановки Моя проповедь просто будет дополнением Я хочу поздравить вас с этой замечательной, прекрасной работой Господу нравится совершенство И вы продемонстрировали совершенство в этой работе Я еще раз хочу, чтобы мы поаплодировали пастору Алексею и его жене И всей командой, которая работает так замечательно Я хочу закончить с этим словом В первом книге, в таком месте, в первом книге, в первом книге, в 19, 11, 18 В третьем книге, в царство В третьем книге, в 19, 11 И одиннадцатый стих. Пока мы ищем, кто-то может сказать аминь, кто-то может сказать слава Богу, кто-то может сказать аллилуйя. И сказал, выйди, и встань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свою милостью своею и вышел из стола входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья? И он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей душе ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою, через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаилов, царя над Сирией. И Иуя, сын Немесиина, помашь царя над Израилем, Илисей же, сын Асафатова, из Авель Махеллы, помашь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азазилова, того умертвит Иуй. И кто спасется от меча Иуева, того умертвит Илисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех-сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех-сих устанило бы зали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Асафатова. Когда он орал, двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. И Илья, проходя мимо него, просил на него милость свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Илью, и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и пойду за тобою. Он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажег шиплук валов, и сжарил мясо их, и раздал людям. И они ели. А сам встал и пошел за Илью, и стал служить ему. Я хочу использовать по максимуму свое время, и не пользоваться, не пользоваться вашим гостеприимством. Но я хочу вам показать, что Господь показал мне, когда вы здесь отмечаете вашу замечательную, замечательный день рождения. Все мы знаем историю пророка Ильи и что произошло с пророками Бааля на горе Кармеля. Илья, он вернулся в столицу Самарии, и он думал, что его будет встречать как героя, который разрушил жертвенники Валовы. Даже он вернулся, как сверхъестественным образом он мог бежать впереди лошадей Акава. Но когда он приходит в этот город, он встречает такие объявления, что его хотят убить. И Илья убежал, чтобы спастись, спасти свою жизнь. Коротко скажу, что, закончу эту историю, что Илья пошел в пещеру жить. И Господь призвал Илью. И Илья вышел из пещеры, и он закрыл лицо милоти своей. И есть три значения милоти. Первый раз, когда Господь зовет его, и Илья выходит из пещеры. Второй раз, когда Он встречает Илья, Илья, и Он бросает на него свою милость. И третий раз, когда Господь забирает Илью на небеса, и когда Он возносится к небесам, Его милость падает на землю. И Илья взял милость Илья, и вместе с этой милостью начал свое служение. Какой урок мы можем найти во всем этом? Давайте придем к пещеру к Ильи. Илья был в страшной депрессии. И там в пещере к Нему пришел Господь, к Нему явился Господь. И спрашивает у него, что ты сделаешь здесь, Илья? И Илья говорит, я чувствовал живое зло для Егора, для Егора из пещеры. И отвечал ему Илья, воздремновал я Господи Боги Саваофи, ибо сыны Израилю оставили завет Твой. Разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом. И остался я один, но и мои души ищут, чтобы отнять ее. И Господь говорит ему, пойди, выйди прочь из пещеры, и он закрывает лицо милостью своей. И в этот момент такой сильный ветер, который рушит деревья. Но Господь не был в этом ветре. И после ветра пришло землетрясение, что сотряслась вся земля, где был Илья. Но Господь не был в этом ветре. Но Господь не был в землетрясении. И после землетрясения огонь. Но Господь не был в огне. И после огня тихий ветер. И Илья понял, что здесь Господь. И Господь сказал ему то же самое. И Господь сказал ему, что ты здесь делаешь? И Илья сказал то же самое ответ. Он ответил то же самое. Я возревновал к тебе, Господи. Что сыны Израилю что сыны Израилю оставили завет твой. И разрушили жертвенники твои. И пророков твоих убили мечом. И остался я один. И мои души ищут, чтобы отнять ее. И Господь сказал ему, Илья, выйди оттуда. Выйди из пещеры. И вернись по той же дороге. И ты найдешь Элисея, сына Сафатова. Иди и помажь его, чтобы он был вместо тебя пророком. И потом пойдешь и помажешь короля в Сирии. И потом пойдешь и помажешь Иуя как царя Израиля. Господь дает Илье три задания. Помазать пророка, помазать царя Сирии, помазать царя Израиля. Все, кто заснули, скажите аминь. Я не могу переводить тем, кто спят. Я не могу проповедовать тем, кто спят. Все, у кого голод в Господе, скажите аллилуйя. Все, кто хочет, чтобы Господь им сказал, скажите, скажи мне, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И все, кто ждут чудо, скажите огромное, аллилуйя. 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 Он поставил приоритет в служении. Пожалуйста, следуйте за мной. Пришел сильный ветер, который срывал деревья, срывал камни, но Господа не было в этом ветре. Землетрясение пришло потом, но Господа тоже не было в этом землетрясении. Ум фуэго, который сжигал все на своем пути, но Господа не было в этом огне. Амадо Санто де Диос. Возлюбленные мои, Господа. Элиас conocía ал Диос де терремотос. Элиас узнал Господа землетрясения. Господа сильного ветра. Господа сильного огня. Но был Господь, которого он не знал. Это Господь, который формирует новое поколение. Ты увидишь что-то более могущественное, чем огонь. Что-то более могущественное, чем землетрясение. Что-то более важное, чем отрубить головы пророкам Вааловым. Есть что-то важнее, чем этот сильный ветер. Это то, что тебе не достает. Тебе нужен этот Элисей для того, чтобы ты его сделал для нового поколения. Посмотрите на меня. Это то, что делал Элиас в пещере. Что делал Элиас в пещере. Он был прятался. Он вбегал. Он хотел убежать от своей жизни. Он боялся этой женщине. Эй, 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 эй. Эй, эй, эй. Элиас думал о своей проблеме. Он думал о своей проблеме, о своей нужде, о своем проекте, о своем видении, о своей жизни, и Господь, Господь, Господь думает о новом поколении. Господь думает о новом поколении. Кто является новым поколением Ильи? Кто новое поколение Ильи? Алексей! 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 Ильиас, он очень был встревожен тем, что с ним происходило. Но Господь не был встревожен этим. Потому что он сверхъестественным образом дал ему еду. И дал, что вороны приносили ему еду и мясо. И дал там, где была женщина с Сарепты. И он сделал это чудо с маслом, с тобой тоже. Он оживил сына вдовы. Он видел, как упал огонь с неба. Ильиас, не переживай за свою проблему, все проблемы твои я уже решил раньше. Но есть что-то, что ты не видишь. Тебе необходимо новое поколение. И за это он говорит, иди и найди этого молодого человека, Элисея. Кто-нибудь проснулся. Кто-нибудь проснулся. Кто-то здесь сейчас. Иди и найди своего Элисея. И проблема Элиас заключалась в том, он даже хотел умереть уже. И если бы он умер, что бы произошло с работой Бога? Кто бы остался с милостью Элии? И Господь говорит ему, иди найди Элисея. Элия не знал Элисея. Элисея не знал Элию. Но когда Элия пошел по дороге и увидел Элисея, тот час он кинул ему свою Сыны Божьи. То, что это нам показывает, это следующее. Господь может использовать нас со знамениями, с чудесами, и может использовать нас в сверхъестественном. И еще мы даже можем вызвать этот огонь Божьей Сибири. Но это не самое важное. Самое важное это думать о новом поколении. Самое важное это думать о том, что придет. Самое важное это показать кого-то и кто сделает то, что я не могу сделать. Что для этого необходимо? Еще раз. Те, кто в Москве, скажите аминь. Вернитесь. Вы мне нужны здесь. Те, которые до сих пор любят Слово Божье, скажите аминь. Аллилуйя! Господь хочет дать вам это задание. Что самое важное это поставить новое поколение. В дни Иисуса Навина народ завоевал землю. Но говорится в Иисусе Навине во второй главе что Иисус Навин умер. И поднялась, народилась новое поколение. Которые не знали Иисуса Навина. Ни то, что сделал Господь ради Израиля. И так как это было новое поколение. У них не было соглашение как у того поколения предыдущего. И народ, он отрекся от Господа. Забыли о Нем. Они пошли поклоняться другим богам. И эта история повторялась в других народах. Был такой момент, когда в Германии был огонь Духа Святого. Но последующая поколение не получила этого Духа. Был такой момент, когда в Англии тоже был огонь Духа Святого. Был момент, что в Шотландии тоже был огонь Святого Духа и милости Божьей. Был момент, когда более 90% американцев находились в церкви каждое воскресенье. Но мы не должны забыть о новом поколении. В первой книге царства, в восьмой главе, Написано, что народ пришел там, где был пророк. И сказал ему, пророк, ты стар. И твои дети не ходят Божьими путями. И твои дети не могут взять эту милость твою для того, чтобы делать то, что ты делаешь. Из-за того, что не было нового поколения, чтобы прийти на смену Самуилу, Они попросили себе царя. Это трагедия, когда мы не обучаем людей, чтобы работать с новым поколением. И Господь сказал Ильяс, Господь, отними у меня жизнь, потому что лучше умереть мне, чем жить с этим народом. И Господь сказал, я отниму у тебя жизнь. До тех пор, пока я не дам тебе новое поколение. И самое главное для церкви сегодня Это думать о том, в каких условиях будет жить новое поколение. Что произойдет, если зайдет сюда куча лесбиянок и гомосексуалистов, и захотят подняться туда и проповедовать. Если нет поколения, которому показано Слово Божье, Грех завоюет позицию в церкви. Носотроунецитамо сегодня, чтобы Господь заново призвал Ильяса и Элисея. Это самая важная работа, что мы должны сделать. Выйди из пещеры, Илья. И Илья выходит. И закрывает свое лицо милостью своей. И Господь говорит ему, Илья, вернись. Жизнь всех служителей Господа. Она устроена разными периодами, разными циклами. Есть периоды, которые начинаются, и есть периоды, которые заканчиваются. И Господь благословение. Который благословляет все поколения. Начал новое благословение, новый цикл с апостолами. Когда новый период начинается, это значит, что старый период уже закончился. И в пещере Илья закончил этот цикл своей жизни, в котором он никогда больше не вернулся. И когда он вышел из пещеры, и нашел Илья, он начинал новый период своей жизни. Абсолютно другой. Мне жаль за тех, которые сейчас спят здесь, но мне нравится начинать новый период в моей жизни. Потому что новый период — это обновление. Новый цикл, он дает тебе энтузиазм. Он дает тебе новое в твоей жизни. И новый период в твоей жизни говорит тебе, что есть новый период в твоей жизни. И новый период в твоей жизни говорит, что даже если мне много лет, я не стар еще. И новый период говорит, что Господь до сих пор думает, что я могу быть полезным для Него. И 26 лет. Закрывают этот период в этом поколении. Демографически поколение — это 25-26 лет. Я хочу сказать вам, что вы закончили этот период в своем поколении. Вы видели чудеса. Вы видели огонь Божий. Кто что здесь? Вы видели, что у вас угрожались ваши плоды. Вы видели воскрешение из мертвых. Вы видели сверхъестественным образом, что Господь давал воду и мясо. Вы видели, что небо открывается, когда вы молитесь. Но есть новый период. И в новом периоде есть такое, что вы еще не видели. Потому что в этом новом периоде у Господа новые вещи для вас. И в этой пещере, Илья, он закончил старый период. Закончился этот период в твоей жизни. Но выйдешь из пещеры, ты начинаешь новый период в твоей жизни. Вы иди из этой конференции, и ты будешь готов к новому периоду в твоей жизни. Все, кто хочет оставаться в старом периоде, оставайтесь сидеть. Все, кто знает, что Господь имеет новый период для твоей жизни, поднимите руку к небу и дайте огромный клич. Аллилуйя! Если твоя жена, твой муж здесь, скажи ему, моя любовь, мы начинаем новый период в нашей жизни. Если нет твоей семьи здесь, найди какого-то друга. Стряхни его. И дай, мы начнем что-то новое в нашей жизни. Господь сделает с нами что-то новое. Аллилуйя! Будут новые путешествия. Ты узнаешь новых людей. И ты достигнешь того, и будешь там даже где ты не думал быть. Вы начинаете новый период в своей жизни. Новое поколение начинает новый период в своей жизни. Мне уже надо заканчивать. Но дайте сказать мне еще что-то. У Элии был уже один служитель. Да или нет? Да, был у него уже. Потому что когда он молился за дождь на горе, он сказал своему служителю, смотри что видишь. И он семь раз ему сказал, ничего не вижу. У него был этот служитель, у которого не было веры. У него был этот служитель, у которого не было веры. И у него был этот служитель, который давал плохие сообщения. Плохие сообщения. Сейчас в новом, в новом периоде. Господь даст вам служителя. Вам даст Господь нового служителя в вере. Господь даст вам служителя. Который будет готов взять эту милость. Пророческую. Новый цикл обновляет силы. Обновляет энтузиазм и энергию. Новый период обновляет видение. Обновляет желание к жизни. Илья пришел в эту пещеру, говоря, убери от меня жизнь, я хочу умереть. Но выйдя из пещеры, он сказал, я не умру абсолютно, нет, нет, нет. У меня новая жизнь, у меня новая миссия и у меня новый энтузиазм. То, что ты изжил, заканчивается сегодня. Если ты боялся, умрешь ты или нет, заканчивается сегодня. Сомни, почему Илья был в пещере. Потому что царица Изавель искала его для того, чтобы его убить. Но Илья вышел из пещеры один. У него не было ни оружия, ни защиты. Но Илья говорил, все страхи остались позади. Даже если царица эта приедет ко мне, сможет меня остановить. Есть что-то, что закончилось, и есть что-то, что начинается. Аллилуйя! Есть что-то, что закончилось, и что-то, что начинается. Кто-нибудь скажи со мной. Я нахожусь в новом периоде своей жизни. Аллилуйя! О, Глория Диос! Слава Богу! О, Глория Диос! Этот новый период Нуждается в новом сознании твоем. Илья говорил, только я один остался, Господь. И Господь показал ему, что он не один. И этот новый период, ты нуждаешься в изменении своего отношения. Приготовься к тому, что что-то в твоей жизни изменится. Некоторые через несколько недель начнут менять прическу. И муж удивится, ты кто? Тебе 20 лет, ты на 20 лет моложе. И ты ему скажешь, я начал новый период в своей жизни. Потому что начало нового периода в жизни, оно представляет собой изменения в жизни. Эй, 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 эй потому что Господь приготовит вас чтобы вы шли проповедовать Евангелие в другие страны многие пасторы начнут проповедовать в тех отраслях жизни в которых они даже и не заходили раньше дайте повысить ему микрофон некоторые пасторы начнут свои служения в школах, в университетах другие пасторы начнут работать в правительстве занимаясь иммигрантами занимаясь нуждающимися людьми я не говорю вам для того чтобы вы остались довольны это говорит мне Дух Святой для того чтобы получил тот кто готов пойти в новый цикл своей жизни я у меня огромный энтузиазм о, слава Богу слава Богу я вижу пастора нового поколения он идет с двумя чемоданами и поставил их туда и потом открыл свой компьютер и когда я увидел этот компьютер была там карта мира была там карта мира господь дай мне это сказать дай мне это сказать я прошу у тебя для твоего позволения господь я в своем видении не видел лица этого пастора я только видел как он поднялся сюда и я пошел за ним и я увидел то на что он смотрел и он видел в своем компьютере и там была карта и он ставил точку в центре России и ставил точку и уже был в Украине и ставил другую точку и он уже был в Лондоне и ставил другую точку и уже был в Нигерии и другая точка и показывала Южную Африку и ставил другую точку и это был Нью-Йорк это было Майами и маркала Буэнос-Айрес это был Буэнос-Айрес и маркала Панама и это была Панама и потом и было имя Сергея Алексей Дмитрий и он написал имена и я видел эти места заполненные этими именами и потом был еще чемодан кто-то еще помогите мне молиться на языках потому что это видение в Духе это от Духа Божия это я вижу в Духе и вам нужно это получить в Духе и в чемодане была одежда были платья были инструменты было все, что нужно человеку для того, чтобы путешествовать в другую страну и он поставил чемодан вот там и потом открыл другой чемодан поднимите свои руки поднимите свои руки поднимите свои руки и там были диски и там были фильмы и там были Библии и он открыл другой чемодан и я удивился когда он открыл другой чемодан закрывается период начинается новый период и когда я увидел новый чемодан были такие евро в линию сложены тысячи, тысячи миллионы евро и был другой ряд долларов доллар доллар американский наполненный долларами был чемодан и он преклонил свою голову и он наклонил голову над своим компьютером руку одну положил на чемодан полный денег и другую руку на другой чемодан и который был с одеждой и с инструментами и начал плакать и говорил что придет новый день приходит новая эпоха ты нас приготовил Господь и я открыл свои глаза и больше не видел ничего период заканчивается период начинается что-то заканчивается в твоей жизни что-то начинается в твоей жизни что ты даже в своем сердце в самом глубине своего сердца ты знаешь что я тебе сейчас говорю мой дух говорит твоему духу что я тебе сейчас говорю и ты знаешь что что-то заканчивается в твоей жизни и ты точно не знаешь что это то что начинается только лишь вынес из этой пещеры потому что я продемонстрирую тебе новый путь рамамакатараламасая о глория и альбом и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С этим новым поколением Не важно как нас использует Господь Не важно насколько мы были велики в Господе Выйди из своей пещеры, Илья Выйди из своей зоны, которая тебя защищает Выйди из своих предупреждений С религией С того, как ты делаешь все остальное И даже когда он вышел из пещеры Он все еще закрывал свое лицо Милотью своей Элия, это милоть не для того, чтобы закрывать лицо Это милоть для того, чтобы бросить вызов другому Эта поколение Должно прийти новый стиль жизни, который будет вызовом для другого поколения Элисей, он никогда физически не видел Элию Но он почувствовал, что это был вызов от пророка Божьего Эта поколение Есть некоторые, которые должны показать, что не нужно преклонять колени перед Баалом Эта поколение должно быть устойчивым, даже если Изавель нам угрожает В некоторых странах вы столкнетесь с тем, чтобы не принимать закон между однополыми браками Это может быть популярно сейчас Но Господь видит и смотрит на тех, которые поддерживают Его закон И верно Ему И в этом поколении развратным, расцленном У нас есть те, которые не продают свои принципы И которые не продают свою веру Я хочу вам сказать вот это и я закончу Когда ты поймешь, что Господь закрывает один период Ты готов для нового слова Господь даст тебе новое откровение для тебя Аллилуйя Есть что-то в этой книге, что Господь до сих пор тебе не открыл И Он даст тебе откровение об этом Есть что-то в этой книге Что является бессмертным Которое можно применить во все эпохи, во все культуры, во все моменты Есть стратегия в этой книге И эта стратегия покажет нам Господь Написано прямо в книге Как мы можем бороться с лесбиянками, с гомосексуалистами Для того, чтобы не принять их царство здесь В последние годы мы увидим много звезд Звезд кино, звезд эстрады, спортсменов Мы увидим их на алтаре, которые будут провозглашать Слово Божье Элиас думал, что он уже все знает Но Господь сказал ему, у меня есть новое слово для тебя Новое поколение Господь сказал, Элиас, иди по этой дороге Твоя дорога еще не окончена Твоя дорога это не пещера Твоя дорога это не та церковь, которую ты создал И не та церковь, которую ты поднял Твоя дорога не окончена Когда есть новый период, начинается новая дорога Приготовься к тому, чтобы идти Ты пойдешь Кто-нибудь поднимите твои колени И скажите, я буду идти Я буду идти по новому пути И скажи, Господь имеет новый путь для меня И мой путь не окончен У меня есть впереди еще путь Я не знаю, куда он меня приведет Но это путь веры Это путь веры Скажи, я имею новый путь Аллилуйя Господь сказал А Элиас Ты говоришь, что ты один А я покажу тебе, что есть 7 тысяч Которые не склонили свои колени перед Ваалом Иногда мы думаем, что мы знаем абсолютно все Но Господь говорит нам В этот новый период У меня новое знание для тебя Если вы меня нормально бы услышали Вы бы тут все взорвались Я еще расскажу В этом новом периоде О, Бога, новое знание для меня Есть некоторые О, Господа, новое знание для тебя И в этом новом периоде Твоей жизни Он даст тебе знание О мегагерцах О видеокамерах О том, что ты раньше еще не знал Ты узнаешь новое Абсолютно тебе неизвестное Ты поедешь в другие уголки света И ты будешь видеть, как Господь в другом Как Он делает это в других странах И ты поймешь и научишься И ты поднимешь работу в своем месте Благодаря этому У Господа новая миссия Иди по дороге и ты помажешь Помажешь Илья говорил, Господь, отними у меня жизнь Я закончил Говоря ему Все, уже конец Я закончил Nothing more to do in this world Я не хочу делать ничего больше Я не хочу делать ничего больше Но в новом периоде Господь говорит, у тебя новая миссия Есть три помазания, которые ты должен сделать И не маленькие рыбки Ты помажешь Элисея Ты помажешь короля Сирии Царя Сирии И ты помажешь Иуя, как царя Израилева У тебя новая миссия Это не то, что ты всегда делал И не то, чем ты всегда занимался Начиная с сегодняшнего дня Господь тебе дает новую миссию Отличающуюся от прежней И из-за этого мне нравится думать о новом поколении Потому что она обновляет меня Потому что Господь не дает миссию тем людям, которые уже закончили Если Господь дает тебе новую миссию Он тебе даст силы и средства, чтобы это сделать Аллилуйя Ты был выбран И ты был обозначен У тебя голод Элисея И у тебя желание Я поставил в тебе свое сердце Дух, отличающийся от других Ты не такой, как все И не сможешь жить, как все У тебя будут искушения Для того, чтобы ты был такой, как все Но помни Что сегодня Ты был помазан Для того, чтобы начать Новый период твоей жизни Получи Ай, я necesito У меня нужно немного масла Потому что то, что сделало эффективным Новый период Элиас Господь сказал ему Ты помажешь Господь сказал ему Ты помажешь И я нахожусь здесь Для того, чтобы помазать кого-то Для нового периода в его жизни Для того, чтобы помазать кого-то Для нового периода в его жизни Это только для меня побольше нет и если послушайте меня если вы написали что у вас есть сокровище он с нового поколения если вы написали у вас это сокровище если вы записали то что я сказал вы знаете какие новые вещи приготовил для вас Господь Господь сказал помажешь и помажешь Елисея и он пришел он кинул милет свою на Елисея и я покороче расскажу Елисей пришел и Елисея служил ему Елиас был одиноким человеком он жил более двух лет один когда он сбежал от гнева Езавели он оставил своего служителя и опять пошел в пещеру был один но Дух Святой сейчас здесь и мне говорит что для нового периода твоей жизни у тебя будут новые отношения Елиас 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 никогда не видел Елиас он не знал кто Елисей Елиас не знал Елиас был одиноким человеком Елиас был бизнесменом они были абсолютно разными но Господь соединил их в новых отношениях Пастор Алексей Пастор Алексей Господь даст тебе новые отношения ты узнаешь новых людей новый народ новых людей но не только ты их узнаешь Господь даст тебе связь с кем-то из них и у тебя будет небесное отношение с ними не только будет отношение с некоторыми у тебя будет ассоциация и вы будете работать вместе и они откроют тебе двери и ты откроешь двери им потому что двое могут больше чем один и у них больше оплата потому что один от одного убегает тысяча а двух убегают десять тысяч через эти руки пройдет мое благословение и ты благословишь очень много служений потому что у тебя будет много новых отношений сегодня начинается новый цикл в твоей жизни и сегодня обновляется видение и проект в твоем сердце как никогда раньше я не могу я хочу Продолжение следует... Ты изменишься, и новая женщина родится в Тебе, ты будешь сладкая, с Твоих рук будет благословение и благодать, с Твоих уст будет благословение, твое сердце будет переставлено, и будет у Тебя поднимающее сердце, и будет у Тебя нежное сердце, ты обнимешь людей, и Твое Слово принесет утешение, и Твое Слово поднимет, которые в депрессии, Я дам свое благословение перед Тобой, и много слез будет вытекать из Твоих глаз в последующие годы, Но моя церковь будет наполнена Твоей молитвой, и дам Тебе свою благодать и знание, и мудрость, И ты предскажешь те опасности, которые даже не может видеть Твой муж Я Тебя призвал для того, чтобы Ты была в Моем присутствии И с касанием моей благодати, откроются двери, которые никто не сможет закрыть Я Тебя призвал для того, чтобы ты была в Моем присутствии Я Тебя призвал для того, чтобы ты была в Моем присутствии Я Тебя призвал для того, чтобы ты была в Моем присутствии О-о-о О-о-о-о Господь сказал Ты помажешь Элисеу А Асяэль, рей начинающий А помажешь царя Сирии И Иуя, рей древ Programm Думайте т parte, на секунду, пожалуйста секунду, минуту, поговорите на языках говорите на языках это новое поколение будет новое поколение но запишите это Господь дает три имени Ильи но Он помазывает только одного Он только помазал Елисея а царя Сирии его помазал Елисею же и Иуя, царя Израилева помазал пророк которому показал Елисею же это закон поколений Господь дает три имени Ильи но тот, кого Он помазал помазал Он другого царя и тот, который был помазан помазанный Елиас он помазал другого царя здесь есть такие люди которые сделают то, что ты не можешь сделать но Господь даст тебе этих людей где они будут там, где ты не можешь находиться Господь даст тебе людей которые достигнут того, что ты не можешь достичь но у них будет твое помазание у них будет твое помазание давайте поклоняться Господу давайте поклоняться Господу потому что есть есть движение это не сильный ветер это не землетрясение это не этот ураган есть движение Святого Духа Божьего который вводит нас в новое поколение не важно сколько тебе настоящих лет сегодня закрывается старый период и сегодня начинается новый период твоей жизни о глори, 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 глори риамамурия, мастерия, дагадая, шиа, ладая ревелоса, ракателия, бисанзи 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 «Нелудован» «К Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Подтверди Дима Тorzok 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 Дима Тorzok